В эфире телеканала Юрген Крик. Криминал и комментарии. В студии Виктор Прокушев. Главные темы выпуска. Двойной аргумент. Автоинспекторы Коми устроили массовую облавну нетрезвых водителей, которые теперь не только прав, но еще и денег лишатся. Спасение от Фемиды. Пор взяла в руки нож и оказалась на скамье подсудимых. Мобильник-предатель. Тайны сельского бьютера и зонт, как орудие возмездия за супружескую неверность. В Коми стартовала операция нетрезвый водитель. За три дня массовой облавы инспекторы ДПС задержали более сотни пьяных автомобилистов. И это при том, что санкции с 1 сентября стали гораздо строже. В первый раз злостному нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей, лишение прав до двух лет. За повторный проступок придется отдать государству уже 50 тысяч и три года не садится за руль. Оказалось, многие лихие гонщики об ожесточении законодательства и слышать не слышали. В этом убедился Антон Булаев, который с сотрудниками ГИБДД отправился на ночное дежурство в Усть-Вымский район. Рейд начался в 7 вечера и уже сразу инспекторы останавливают первого нарушителя. У мужчины нет прав. Кроме того, есть признаки алкогольного опьянения, шаткая походка и невнятная речь. Водитель парирует. Дескорь банально устал в дороге. В патрульном автомобиле мотоциклист прошел тест на алкоголь. Прибор только подтвердил подозрения автоинспекторов. Водитель оказался в сильной степени опьянения. За это ему грозит штраф 30 тысяч рублей, а также арест до 15 суток. Буквально сразу же сотрудники ГИБДД останавливают еще одного любителя двухколесной техники в изрядном подпитии. Был остановлен водитель амопеда. Документов при себе на амопед у него не было. Данный гражданин был приглашен в патрульный автомобиль. Выяснилось, что у него имеются признаки алкогольного опьянения. Было предложено пройти следственное на месте. Он согласился. Установлено состояние алкогольного опьянения. Так как он ранее лишен водительского удостоверения на управление транспортными средствами, он решил, что безопаснее для него передвигаться на амопеде. За такое, казалось бы, серьезное нарушение молодому человеку грозит всего лишь штраф до полутора тысяч рублей. По словам сотрудников ГИБДД, под те санкции, которые действуют для автомобилистов, водители мопедов пока не попадают. Позже мотоцикл и скутер выпивших сельчан полицейские эвакуировали на штрафстоянку. Внимание инспекторов эта четверка привлекла сразу. Техническое состояние автомобиля оставляет желать лучшего. И действительно, жигули не прошли ТО. Полис ОСАГО у водителя оказался просрочен. Страж дорог на месте снял номера с универсала. А водитель этой бежевой лады при виде патрульной машины бросил авто и пустился на утек. Скрыться в кустах от сотрудника ДПС ему не удалось. Молодой человек оказался пьян, да еще и без прав. Корочки его лишили несколько месяцев назад. После оформления протокола парня отвезли в полицию. Теперь, кроме штрафа, нарушителю придется отсидеть как минимум 10 суток административного ареста. Только за выходные в ходе республиканской операции «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД выявили более сотни злостных нарушителей. О том, что теперь за пьянство не только лишают прав, но и наказывают рублем, для многих автомобилистов стал неприятным сюрпризом. В некоторых случаях сумма штрафов два, а то и в три раза превышает стоимость поддержанных транспортных средств. В Оркуте заканчивают расследование убийства девушки, которую нашли в тундре на окраине города. Оказалось, у погибшей перерезано горло и тело сильно обожжено на костре. Кто и за что жестоко расправился с в Оркутинкой, расскажет Наталья Литкевич. 17 июля 2014 года вам была написана явка с повинной, в которой вы чистосердечно признаетесь в убийстве девушки. Явка с повинной вас кто-то принуждал? Нет. Закрадок и полиция обращаясь в физическом и психическом насилии применяли? Нет, не применяли. Это кадры проверки показаний. Подозреваемый в убийстве 30-летний электромонтер одной из шахт Андрей сам заявил в полицию о совершенном им преступлении, что большая редкость для заполярного города. Зрелище, которое увидели стражи порядка, даже их ужаснуло. Тело потерпевшей сильно обгорело. На шее и голове были рваные резанные раны. Задержанный пояснил, накануне он со своей возлюбленной пришел на день рождения к ее подруге. Застолье организовали на природе. Ночью, когда собравшиеся стали расходиться, Воркутинец замешкался, так как, по его словам, от большого количества выпитого спиртного он на пару минут отключился. Очнулся от странных ощущений. Я думаю, сейчас приду в себя и уже догоню туда остальных. И вот отключился и почувствовал, что у меня начинают штаны снимать. И глаза открываются, я поняли, что вообще происходит. И девушка, которая жертва, начала говорить, что я тебя хочу, ты будешь. Сексуальные домогательства малознакомой девушки не понравились примерному семьянину и отцу троих детей. Тем более, что свидетельницей фривольной сцены стала сожительница Андрея Ольга. Она тут же сказала любимому, чтобы тот собирал вещи и забыл о ее существовании. После ее ухода Воркутинец набросился на заблазнительницу. Под руку попалась пустая бутылка. Преступление совершено еще в плане того, что дерзко, что подозреваемый в качестве оружия орудие убийства применил фрагмент стеклянной бутылки. Ну, в простонародье называется розочкой. Разбил бутылку и нанес не менее четырех ударов в жизненно важной части тела. Это шею, голову. Когда девушка умерла, Воркутинец решил скрыть следы преступления. Он оттащил тело в кусты и попытался его сжечь. Разжег костер, обложил деревом. Ну, видимо, поняв, что не получится у него это, что это достаточно тяжелый, кропотливый труд, он решил сообщить о случившемся в милиции. То есть он позвонил на 02 и сообщил о том, что произошло. Сейчас Андрей под стражей говорит всему виной, выпитая накануне спиртное. Тем не менее, за умышленное убийство Воркутинцу грозит до 15 лет лишения свободы. В пятницу 13-го на улице Дырнская в Сыктывкаре столкнулись две машины и автобус. ДТП случилось в час пик, поэтому моментально на этом участке дороги образовалась километровая пробка. По предварительным данным водитель УАЗа при повороте со второстепенной дороги на главную не пропустил Ниву, имеющую преимущество. После касательного удара пострадавший внедорожник выбросило навстречу, где двигался автобус. В данном ДТП водитель УАЗа поясняет, по предварительным данным, что у водителя автомашины Нива был включен правый сигнал поворота для завершения маневра. Соответственно, тот стал принимать к движению маневр левого поворота, в связи с чем и произошло данное дорожно-транспортное происшествие. Водителя Нивы госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. В автобусе и УАЗе никто не пострадал. По факту аварии сейчас проводят проверку. Сотрудникам ГИБДД предстоит определить виновника этой аварии. Жительница ЕМВА Ангелина Степанова в течение года не сможет без разрешения выезжать за пределы города, выходить по ночам из своего дома и посещать увеселительные заведения. Кроме этого, она обязана периодически отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. Суд ограничил женщину в свободе за убийство мужа. Почему Фемида проявила гуманизм при вынесении приговора, выяснил Эдуард Бушуев. Об убийстве мужчины в пригороде ЕМВА в Книжпаговскую полицию сообщили днем 8 мая. Оперативно-следственная группа обнаружила в квартире Ангелину Степанову, сожительницу погибшего, а также его приятелей, которые, несмотря на трагические события, продолжали пить. Женщина, повар по профессии, пришла домой после ночной смены в кафе. Ей не понравилось, что муж-бездельник затеял очередное пьяное засторие со своими друзьями. Разозленная хозяйка стала выгонять из дома веселую компанию. Супруг стал рьяно защищать собутыльников. Она ему сказала, чтобы он прекращал пить, начинал устраиваться на работу, на что он начал с ней перерекаться. В результате чего возникла ссора между ними. После чего она сказала, что я тебя убью, а он сказал, что ты этого не сделаешь. В результате чего она нанесла один удар в область грудной клетки. Данный мужчина скончался прямо на месте, не было шансов. Подозреваемая сразу призналась в убийстве. По ее словам, роковая ссора возникла на кухне, где она готовила себе бутерброды. Обычный столовый нож, который всю жизнь был орудием труда, внезапно превратился в орудие преступления. Небольшой нож был, который маслом мазать. Вот этими зубчиками, чтобы ссорить масло. Как его удержали подожить? Вот так удержала, как резала, так удержала. Вот тут сразу резала, как раз ссорить это все резала. И тут он замокнулся рукой на меня, чтобы я закрыла рот и не встала, не выгонять никого. То есть он стоял где-то? Да, потом так порут, и я в этом деле ссорить. Подожди. Вот, у нас у меня тут, как начал, был у меня в руках. Вот тут взял и... Сразу после убийства женщина попыталась оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. Даже сделала искусственное дыхание. Но удар в сердце оказался смертелен. После нанесения удара, значит, гражданин упал, прям в кухне. Все это происходило в помещении кухни. Она сразу всех позвала, кто там находился, именно гостей. Вот, когда способствовала, вызвала, стала вызывать скорую сотрудников полиции. Но не она именно, а именно кто там находился. В отношении Ангелины Степановой возбудили уголовное дело о предумышленном убийстве. Примечательно, что, несмотря на обвинение в особо тяжком преступлении, женщину, мать четверых детей, отпустили под подписку о невыезде. Суд учел ее активную помощь следствию и то обстоятельство, что она единственный кормилец семьи. Кроме того, служители Фемиды установили противоправное поведение со стороны мужчины, который неоднократно избивал жену. Пытался поднять на нее руку из-за мгновения до смерти. Поэтому в действиях фигурантки суд усмотрел превышение пределов необходимой обороны и лишать свободы. Неверность супруга привела жительницу поселка Жешерт Уствымского района на скамью подсудимых. Женщина, желая вернуть любимого, в семью попыталась расправиться с разлучницей. Орудием преступления стал обычный зонтик. Мексиканским страстям в нашей северной глубинке поделился Евгений Ракин. Подозрения в том, что муж ей изменяет, у 35-летней жительницы Жешерта были давно. Но подтверждение им она нашла, позвонив в середине августа супругу на мобильный телефон. При разговоре с благоверным на заднем фоне она услышала женский голос, который показался ей знакомым. Женщина решила догадку проверить и отправилась к предполагаемой сопернице. Когда заходила в подъезд, увидела его там курящим в подъезде, в чужих тапочках элементарно. Из-за этого произошел скандал, на шум вышла женщина, с которой непосредственно он изменял ей. Ну и она ворвалась с ней в квартиру, стала ее оскорблять. Одними оскорблениями обиженная супруга не ограничилась. Вооружившись прихваченным в связи с ненастной погодой зонтом, она несколько раз ударила разлучницу. Осознав, что произошло, квартиру покинула. В это время туда приехали сотрудники милиции, вызвала потерпевшие. И, в общем, данную ситуацию на месте удалось урегулировать. Но, тем не менее, женщина написала заявление и настаивает на привлечении к уголовной ответственности виновное лицо за нанесение побоев и незаконное проникновение в свое жилище. Помогут ли жительницы Жешерта столь радикальные меры вернуть неверного супруга в семью, неизвестно. А вот засадеянные ее в лучшем случае накажут рублем, а в худшем отправят на несколько месяцев за колючую проволоку. Это была программа Крик. Криминал и комментарии с Виктором Прокушевым. Хорошего вам вечера. Без неприятных происшествий. Редактор субтитров А.Семкин